Друзья, всем привет! Добро пожаловать в мою мастерскую. Сейчас заканчиваю изготовление этого комода, ролик о нем будет чуть позже. Комод полностью из массива бука, а как вы знаете, бук достаточно плохо переносит перепады влажности, и сколько его ни строгаем, все время стремится к искривлению. Если использование цельных брусков и досок на столешнице или боковинках еще допустимо, ввиду того, что они так или иначе переклеиваются и впоследствии при сборке достаточно жестко скрепляются, то использование цельных заготовок для таких фасадов в виде поперечин, стоевых, либо вот таких фасадов для выдвижных ящиков крайне нежелательно, потому что со временем велика вероятность коробления, особенно если дна фасада в полтора-два метра. Чтобы минимизировать эти риски, обычно переклеиваются щиты с 30-ки или 50-ки, и уже из него делаются необходимые детали фасадов. Так и я делаю в большинстве случаев, когда отделка подразумевается эмалью или морилка-лак. Морилкой достаточно хорошо можно выровнять разнотон, и его будет практически незаметно, а при отделке эмалью на это вообще не обращаю внимания. А если отделка прозрачная, как здесь, бесцветное масло, то весь разнотон только усилится, ну вот как например вот здесь вот. И чтобы помимо стабильности еще и визуальное изделие было более-менее презентабельным, я применяю такую же технологию, как и при изготовлении дверей. Из 30-ки переклеиваю щит, напиливаю и калибрую в необходимый размер детали, и с двух сторон приклеиваю ламель. Для того, чтобы цвет изделия был максимально одинаковым, в этом проекте я использовал ламель, которая была напилена из одной доски. Это мне позволило, насколько это возможно, сделать фасады симметричными как по отдельности стоевые поперечины, так и фасады в целом. А у этого фасада в центре сращены щиты, которые делаю из обрезков, причем торцевую склейку ничем не усиливаю. Дальше также склеиваю щит, только делянки через одну с переворотом, и по краям добавляю целые брусочки. Ну и затем с двух сторон приклеиваю ламель из этой же пачки. В итоге имеем вот такой вот вид, сбоку, сверху, а в целом выглядит как цельная доска, но при этом достаточно стабильная. И еще один момент, в изделиях из бука я все клею на полиуретановый клей. Бук очень хорошо впитывает влагу из ПВА-клея. И чтобы продолжить дальнейшую обработку, ему нужно достаточно долго отлежаться, иначе его может хорошо покоробить. В свою очередь полиуретановый клей безводный, поэтому исключены те проблемы, которые могут возникнуть при использовании ПВА-клея. Друзья, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, оценивайте этот ролик. Спасибо за просмотр. Пока! Пока!